МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международный финансовый центр Астана заработает летом 2018 года. Президент обсудил реализацию данного проекта с управляющим центром Кайратом Килимбетовым. Финансовый центр был создан по инициативе казахстанского президента и работать Астана будет по принципу английского права. Ожидалось, что функционировать центр начнет в конце 2018 года. Но благодаря Назарбаеву он заработает раньше. Заводы Южного Казахстана будут привлекать клиентов онлайн. Ербулат Дусаев заявил, что надо открыть интернет-сайты для привлечения еще большего количества покупателей. Для гостей столицы власти Южного Казахстана организовали поездку в зону Онтустык. Там председатель управления Байтирек показали процесс возведения завода по производству моторных масел и смазочных материалов, а также ряд других объектов, которые финансируются дочерними компаниями холдинга Байтирек. Также во время посещения Южно-Казахстанской области был подписан меморандум с областным Акиматом и Фондом развития предпринимательства. Это сотрудничество будет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. На 34 миллиарда тенге легализовали денег и имущества жители Атрау. Были удовлетворены 1537 заявлений на легализацию имущества общей стоимостью 12,8 миллиарда. Легализованные денежные средства на сумму 1,8 миллиарда тенге. Также удовлетворены 52 заявления по имуществу, которое находится за пределами Казахстана. Общая стоимость легализованного за рубежом имущества составила 271,4 миллиона тенге, сообщила пресс-служба Департаменту госдоходов по Атрауской области. 10 миллионов тенге составит бюджет курсов английского языка для учителей. В настоящее время 75 преподавателей проходят данные курсы по трехязычью в Алматы, в Истане и в Алматинской области. В каждом городе 25 человек, и обучающие и тренинги уже начались в пилотном режиме. В трех городах проходят как учителя английского, так и предметники по химии, физике, биологии и информатике. Последние пришли на курсы с нулевым владением языка. Российские премьеры и президент Киргизии отметили хорошие возможности для работы на формирующихся рынках. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере инвестиций. Также взаимодействие в рамках Евразес и отметили хорошие возможности для работы на формирующихся и на едином рынке. Медведев и Атамбаев обменялись мнениями по задачам ШОС в контексте проходящего в Бишкеке Совета глав правительств стран шанхайской организации. Более 150 банков присоединились к системе МИР. Национальную платежную карту уже принимает 700 тысяч торговых точек. Снять деньги можно в 160 тысячах банкоматов. Менее чем за год выпущено более миллиона карт. Снять деньги или расплатиться картами МИР становится все проще. Их принимает уже свыше 700 тысяч торговых точек и работает более 150 тысяч банкоматов. Карта МИР набирает популярность у россиян, и в сентябре было проведено свыше миллиона операций. Чаще всего это снятие наличных в банкоматах, оплата покупок в магазинах, ресторанах и кафе. Между тем аналитики сообщили о повышенном спросе россиян на валюту. Население охотно покупает доллары при снижении курса ниже 63 рублей, тогда как экспортеры предпочитают продавать доллары на уровнях 63.30. Потоки на валютном рынке сбалансированы, поэтому курс рубля удерживается в узком диапазоне. Еще в октябре эксперты прогнозировали, что к концу года рубль ждет ослабления относительно доллара. А американская валюта может подорожать до 69 рублей. На каждого работающего белоруса приходится более 4 тысяч долларов госдолга. Если учесть не только внешний госдолг, но и внутренний, то эта цифра составит 1900 долларов. Рост внутреннего долга идет за счет выпуска гособлигаций. Физические лица покупают только 10% облигаций, остальные – юридические лица. Это преимущественно коммерческие банки. В целом госдолг Беларуси на 1 октября составил 36 миллиардов рублей. Россия может прекратить авиасообщение с Таджикистаном. Причиной такого решения стал отказ Душанбе согласовывать полеты российских компаний из аэропорта Жуковский. По словам источника, Таджики считают, что с появлением новой воздушной гавани необходим пересмотр соглашения и отказ принять назначение российских компаний на воздушной линии Жуковского расценивается как прямое нарушение межправительственного соглашения. Минтранс России напомнил, что основными пассажирами на указанных рейсах являются таджикские трудовые мигранты, которые обеспечивают за счет России почти половину ВВП Таджикистана. Если Душанбе не пересмотрит свою позицию, то российские власти примут меры, чтобы не допустить ущемления прав российских авиаперевозчиков. ФРС США сохранила ставку на прежних уровнях – в четверть процента и полпроцента годовых. В то же время регулятор намекнул на то, что в декабре высока вероятность повышения ставки. Информация, полученная после сентябрьского заседания, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда, а также усиление роста экономической активности по сравнению со сдержанными темпами. Потребительские расходы росли умеренно, однако вложения бизнеса в основной капитал были слабыми. Рыночные показатели инфляционной компенсации двигаются вверх, но остаются низкими. И большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий в целом незначительно изменились в последние месяцы. МВФ заставил Египет перейти на плавающий курс. Событие ожидаемое, ведь на черном рынке курс фунта обвалился еще в конце октября. Помимо отправления валюты в свободное плавание, регулятор повысил ключевые процентные ставки на уровне 300 пунктов. Предварительно Центробанк Египта установил обменный курс на уровне 13 фунтов за доллар. Он допускает колебания валюты в течение одной сессии на 10% в любую сторону. После сегодняшних нововведений Египет еще на шаг ближе к получению транша помощи от МВФ. Совсем недавно премьер заявил, что в течение двух месяцев Египет получит 12 миллиардов долларов в рамках трехлетней программы помощи. Очередное обсуждение состоится уже в ноябре, и фонд по традиции выдвинул ряд жестких условий. Повышение тарифов на электроэнергию, что Египет уже сделал, повышение НДС и сокращение дотации. Аргентина откажется от российского кредита на возведение ГЭС. Размер кредита должен был составить порядка 2,6 миллиарда долларов. Но после того, как Аргентина вышла из дефолта, условия предоставления перестали быть привлекательными. В настоящее время Аргентина обсуждает альтернативные варианты привлечения финансирования для возведения гидроэлектростанции. Она подписала с Россией протокол о намерениях касательно реализации многоцелевого проекта в апреле прошлого года. Редактор субтитров А.Семкин